Мария Ивановна рассказывает Татьяне Кулика про пажи Травиаты. Татьяна и Игорь мчатся к Литке спасать Голубеву. Тем временем жизни Травиаты угрожает опасность. Литка и тётя Надя хотят избавиться от опасной свидетельницы. Настя узнаёт от оперативников, что мальчик, сосед командира по даче, вернулся в город. Наученная Татьяной, шведская скрывает эти сведения от Стаса. Настя звонит Кулик и сообщает об исчезновении Литки. Таня? Игорь, всё нормально. Я всю ночь думала, я абсолютно спокойна. Всё, больше никаких эмоций. Вот, узнаю прежнюю мою Танюшку. Молодец, молодец. Делать слишком серьёзное, чтобы рубить с плеча и поддаваться паническим настроениям. По-твоему, то, что Голубева назвала имя Лидии, это панические настроения? А что ты собираешься делать? Сейчас поеду, встречусь с мальчиком-свидетелем. Узнаю, действительно ли он видел Лиду у командира на даче. Если это действительно Лида. Опасно. Очень опасно устраивать тёчную ставку. Мальчику может грозить беда. Я прав? Ладно. У тебя сегодня лекция есть? Да, после обеда. Как после обеда? Может, со мной поедешь? Ну, проснулась, девочка? Ну, как ты себя чувствуешь? Голова не болит? А ручка как? Шера. А я тебе кашку сварила. Вкусную. Поешь, а? Поешь, детненька. Ну вот, а такую кашку йоги кушают и живут сто лет. И Шера у меня кашку просит всё время и говорит, я хочу кашку. А я ему говорю, нет, это кашка для травки. Ну, давай, детонька, покушай. А? Ну вот. Ну, что ж с тобой случилось, травочка милая моя? Ну, расскажи, ну что случилось-то, а? Ну, хорошо, хорошо, не буду спрашивать. Ну, лежи. Лежи. Ты и Шера за тебя переживает. И попугайчик Максик. Да. А хочешь, мы сейчас пойдём и Шеру выведем на прогулку, а? Ну, ладно, ладно. Нет, нет, лежи, лежи, не бойся. Никто тебя здесь не обидит. Я сама его выведу. А я тебе, я кашку здесь оставлю. Вот. Захочешь? И покушай, ладно, травочка? Я очень рад, что вам понравилось всё, что я придумал. Но вы полноценный соавтор всех слоганов. Ибо вдохновился я благодаря названию, удивительному названию вашей фирмы «Пирожок». Слышите, ну удивительно, удивительно просто. Это вот что значит довериться профессионалам. Вот всё так просто, да? И в то же время вкусно. Ну какой же я савтор? Я бы такого никогда не придумал. Видимо, вы не гурман, Эдуард Фёдорович. Да, вы правы, вы правы. Я больше люблю не есть, а кормить. Скажите, а почему вы занялись продуктами питания? Ну, я спрашиваю, потому что в нашем деле какая-нибудь даже малюсенькая деталь может подсказать какой-то необычный, креативный, интересный ход. Для меня было важным просто иметь свой бизнес. А что это, шифер или полуфабрикаты, не имело значения. А знаете, что повлияло на выбор? Что? Я где-то прочитал, что до революции в магазине купца Елисеева была своя ценовая политика. Свежевыпеченная булочка у него стоила 3 копейки. Остывшая 2 копейки. Вчерашняя копейку. И вот тогда мне показалось это удивительно правильным подходом к делу. И я подумал, что я хочу получить свои 3 копейки за товарные высшего качества. Я в который раз на себе убедился, что принцип зебр верен. У меня слишком долго тянулась черная полоса. Но, по-моему, виден ее конец. И то, что вы появились на моем горизонте, и своим талантом поддерживаете мою фирму, тоже свидетельствует об этом. А скажите, вам удалось что-то узнать об Александре? Да. Почти ничего. Идут следственные действия. Но я очень хорошо знаю людей, которые этим занимаются. Это очень порядочные и профессиональные люди. Ключевое слово должно быть порядочное. Настя, у меня к тебе большая просьба. Ты, пожалуйста, позвони Оленниковой. Вызови ее. Попроси прийти. Нет, не по повестке. Просто попроси ее приехать. Хорошо. Я все объясню. Давай, скоро буду. Хочешь приобщить к этому делу Настю? У нее могут возникнуть вопросы. Например, почему ты не ведешь официального расследования? Они у нее обязательно возникнут, Игорь, но... Я надеюсь, что смогу ей все объяснить. Это будет очень трудно сделать. Ты воспитала из Насти настоящего бойца кого-то? Меня сейчас больше волнует мальчик. Мальчик свой детям. Остальное уж я как-нибудь решу с Настей. Ты готов? Да, я готов. Поехали. Поехали. Какое задание ты давала оперативникам? Что? Ты не расслышала? Во-первых, Стас, что за тон? А во-вторых, я не обязана отчитываться перед тобой. Ах, ах, какие мы нежные. Слушай, Настя, давай поговорим. М? Давай. Ты ведешь против меня какую-то игру, да? Мне это не нравится. Почему я ничего не знаю, что происходит в группе? Стас, вот как придет Татьяна Ивановна, ты ей и задай эти вопросы. А заодно отчитайся о своей поездке в геоинститут, а то она заждалась. Пока ты выполнишь такое простенькое задание. Слушай, скажи, а ты играешь на ее стороне? Нет, ты мне не говори, не говори. Я просто послушай меня. Понимаешь, Татьяна Ивановна, она уже свое отработала. В прокуратуре она многим стоит поперек горла, особенно начальству. Устарела она со своими методами работы, со своими моральными принципами. На дворе Новый век. Настя, ну не будь ты дурочкой, не покупайся на эти красивые слова. Оставь их политикам. Они, наверное, знают, чего говорить, и знают цену этим словам. А нашу тихую, мирную жизнь маленьких божьих коровок лучше прожить спокойно и тратить ее только на приобретение солидных дивидендов. И обязательно денежных. Я поняла. Я поняла тебя, Стас. Недавно. Татьяна Ивановна для меня идеал и человека, и профессионала. Это тебе мой ответ. Прям всю ночь не спала. Ой, в моем возрасте это прям совсем не нужно. Как мы теперь жить-то будем? Ой. Там чайник закипел. Возьми чай и выпей. На. Зачем ты это сделала, не знаю. Ну, а что ты заладила? Раньше надо было думать, да? Подумаешь. Сейчас поздно уже. Ну, вообще, что теперь изображать бледный вид лица? А ты не видела, как я расту, что из меня выходит? Ты же мать. Ну, моя дорогая. Какой ты меня воспитала, а то из меня и вышла. Это правда. Я вообще плохого в себе ничего не вижу. Не, ну, а чего? Я умная, красивая. А мне что, шиш? Не буду. Не хочу и не буду я жить шишом. Да, подожди. Я еще всем покажу, что такое Лидия Олейникова. Все еще узнают мое я. Лидия Олейникова, перестань хвастаться-то. Ты мне скажи лучше, как ты думаешь, вот эта твоя прокурорша, она ничего не заподозрила, нет? Ну, а и заподозрила-то. Ой, чуть не разлила. Не, она вообще, конечно, баба ушлая, умная, могла заподозрить. Ну, и что? Флаг и в руки, барабан на шею, транспаранты в горло. Пусть все подозревают. У меня есть чем ее шантажировать. Все-таки классно, что я тогда твоего отвара не выпила, да? Правда? Вот я молодец. Что, мой маленький, да? Вот оно и пригодилось. Ты все запомнил? Да. Где я заберу, Настя, твой мальчик? Ты сейчас езжай прямо, и я тебе покажу, где они будут стоять. Да нет, я все думаю, ты не совершаешь ошибку, привлекая Настю к этому делу. Она ведь может тебя не понять. Ну, при чем здесь это? Ты что, не понимаешь, что сейчас важно? Сейчас важно узнать всю правду о Лиде. Я должна быть уверена, с кем я имею дело. Понимаешь? Вон они стоят. Вон, у остановки притормозят. Да, ну и дела. Два трупа. А если докажут все? Можешь тебе скрыться, пока не поздно. Ну, я спросит, а я скажу. Я не знаю, где, чего. Ну, что же я своей дочери родной, что ли, выдам? Ну, кто тебя будет спрашивать, а? Ты просто ничего не знаешь. Это понятно. Соли они мне насыплют на хвост. Вот как. Я не собираюсь никуда скрываться. Ты понимаешь, я хочу матч на своем поле выиграть. Причем с разгромным счетом. И куличка это хорошо понимает. Даже слишком хорошо. Она своего ребенка в обиду не даст. А у меня тоже запасной вариант имеется. Есть прикормленные люди. Зачем тебе это надо было? Зачем? Ну, зачем я свиней держу? Я знаю, зачем. Копейка в дом. Свежий кусок мяса. Зачем я в храм хожу, я знаю, зачем. Зачем? Для покаяния. За жизнь во сколько грехов-то набралось. Может, хоть немножко спишется. Тоже мне выигрыш. Вот скажи мне, если травка придет в себя и нас выдаст прокурор, что тогда будет-то? Ужас. Ужас. Здрасте. Беги в машину. Вы, извините, немного задержались. Давно ждете? Да нет, мы заранее приехали. Живем за городом. Знаете, очень тяжело рассчитать время. Татьяна Ивановна. Да. Я хотела вас спросить. Вы уверены, что мальчику ничего не угрожает? Вы поймите меня, я не хочу рисковать жизнью своего единственного сына. Да ну что вы, конечно, ничего. Я абсолютно в этом уверена. Если будет хоть какой-то намек на выход в ситуацию из-под контроля, то вы понимаете, что я смогу оградить вас от этой ситуации. Что, есть вероятность выхода из ситуации из-под контроля? Нет, вас никто не увидит в машине. Вы просто можете оказать содействие следствию и помочь поймать опасного преступника. Да, я прекрасно понимаю, но вы тоже поймите меня правильно. Я очень переживаю. У вас дети есть? Я жду ребенка. Идемте. Идемте. Да не скажет травка ничего. Она как твоя животина. Опасность нюхом чует. Зачем я это сделала, так ты не поймешь. Потому что выгоду ты везде ищешь. Милкую такую и мелочную. У тебя, вон, предел мечтаний, ротозея в церкви коньяк стащить. Если поймешь, конечно, когда-нибудь расскажу свое мировоззрение. Что тебе дался от коньяка, скажи ты мне? Да я в церкви столько накуплю у когора, чтобы ты уж успокоилась наконец. Да ради бога, делай, что хочешь. Это вообще твоя проблема. Вот скажи ты мне, тебе не страшно так жить, а? Да что на тебя нашло вообще сегодня? Вам ничьи семена проросли? Твои. Убивать я тебя не учила. Да ты меня сама убивала. Это хуже. Пока силы были. Ладно. Вечером вернусь, сгоняем партейку. Да расскажу тебе, чем я живу, зачем и как. Все свое мировоззрение. А сейчас не досуг. Мне вон вообще сейчас нужно ходить, как подводные лодки. С высунутым перископом. И следи, что говорят, и где. А ты давай, за когором метнись кабанчиком. Не гневи бога. Ну так нельзя, Травка. Ну хоть чай выпей, а. Травка боится. Ой, слава богу, заговорила. Значит, ты все слышишь и понимаешь, да? Глазки-то у тебя понимающие. Травка, что с тобой случилось? А? Травка боится. Ты чего боишься, Травка? Лидка сказала, Травка, у меня нож острый. Опять? Это Лидка, вот оно в чем дело. А что же делать-то, а? Что же делать? Знаешь что, мы одни с тобой в этом не разберемся. Давай, собирайся, пойдем. Травка боится, Травка не пойдет. Ну, мы же не к Лидке пойдем. Мы пойдем к Саше. Саша хорошая. Да. Травка спасет Сашу. Да, пойдем обязательно к Сашеньке. Травка пойдет, а Мария Ивановна пойдет с Травкой? Обязательно. Надо же нам выручать Сашеньку. Шериф пойдет? Ну, это еще вопрос. Ну, ты мне что-то сегодня не нравишься. Если я скажу, что здесь плохо, поверишь? Ты помнишь Травяту? Да, что с ней? А твоего соседа, любимого Олешку Ткачеву, помнишь? Да. Ну, так вот они просили передать тебе огромный привет. И просили тебе сказать, что я сделаю все, чтобы тебе помочь. Но ведь... Да спи спокойно, подруга. О твоих маленьких женских секретах никто не узнает, если сама никому не расскажешь. Что уже рассказала? Ну, нет. Я поняла. Им тоже привет. Передам. Лиз, у меня к тебе вопрос. Это ты наняла мне адвоката? Прости меня, пожалуйста, я... Нет, как-то из головы вылетела, я даже об этом не подумала. Я сейчас все исправлю, найду самую лучшую адвокатскую контору в городе. Кстати, ты не знаешь, какая лучшая? Подожди, ты меня не поняла. У меня адвокат тоже есть. Как есть? Значит, это джев. Больше некому. Мм? Из Америки. А адвоката у нас с техасским акцентом нет. Ну, я просто... Прости. Да, у него же здесь осталась фирма, доверенные лица. Ну и что, я тебе на это скажу. Какая разница, кто отец? Главное, чтобы ребенок был здоровый и красивый. Так и тут. Какая разница, кто нанял? Главное, чтобы помогло. Наверное. Слушай, а джев, это молоток, а? С Марикой справился. Я от него не ожидала. Такую бочку в него катила. Саша. Ну, Санюк. Лизь. Пожалуйста, принеси мне шампунь и полотенце. Да какой шампунь-то? Обыкновенный. Ну, а ну, принеси мне шампунь. Ну, ты главное, не поддавайся панике. Все обойдется. Мы с тобой потом будем вспоминать об этом, как о приключении. Вот увидишь. Да, наверное. Надеюсь. Знаешь, Лиза, я тут подумала, что... Это даже полезно, вот так человеку побывать в камере. Ну, даже на короткое время. Как-то... После этого, ну, жизненные взгляды приобретают адекватный смысл. То есть я вообще без смеха не могу вспоминать над тем, что меня расстраивало, или над чем я переживала. А что мне вообще казалось горем и несчастьем? Ну, смешно. Это... Это такие мелочи, Лиз, поверь. Счастье, оно в простых вещах. Когда никто не храпит, не матерится. Когда нет гнусных рож, зависающих над тобой. А ты не можешь никуда от них деться. Ну, перестань, Саша, перестань. Я обещаю, мы тебя вытащим. Я... Не знаю, ну, я сегодня же свяжусь с командиром, и мы что-нибудь придумаем. Лиз, не надо. Не надо никого искать. Командира арестовали вслед за мной. Уже выпустили. Он дал показания против меня. Слышь, полковник, хватит мне мозги вправлять. Не первый год живу. Ты такой умный, потому что у тебя здоровья на десятеры хватит. Повезло тебе с папой и мамой. Дело не в здоровье. Да ладно. Мне отец всегда говорил, у кого с головой, руками и совестью все в порядке, тот всего добьется. Я пять лет на стройке вкалывал. Хотел машину купить. Да куда там, только диски сорвал. А мой дружбан за одной партой в школе сидели. Взял и сорвал куш. Теперь все бабы его. Так что гуляй, Вася, ешь опилки. Я хозяин лесопилки. Теперь он, конечно, крутой. Таким баблом ворочат. Столицу свалил. А я? Кому я такой нужен? А я тоже жить хочу, как человек. Там все видят. Посмотришь, с чем тут дружок закончится. А у тебя еще есть шанс. Это не ты ли мне его предоставишь? А чего же ты такой умный, правильный, вместе с нами в одной камере паришься? Чего молчишь, полковник? Да я и сам думаю, что я тут застрял. Дело-то полным-полно. Боже мой, Лида. Ой, ну что, так же можно заикой оставить. У вас такая реакция хорошая, Татьяна Ивановна. Вообще-то вот учат вас там из пистолета стрелять или каким-то приемом разным? Ну, раньше, конечно, обязательно проходим подготовку и в спортзале пропадала. Но сейчас-то, конечно, уже нет. А я пришла, вызвала ты меня, девушка ваша. Настя. Настя, да, она так и сказала. Это я ее попросила, хотела с вами поговорить еще. Пойдем? Угу. Сегодня небо такое. Вот. Вот эта тетя в сером пальто и черной шапке была на даче. Леш, а ты не ошибся? Она ведь, наверное, тогда была без пальто и без шапки. Ты что, дурачок? Она тогда была в оранжевой блузке. Но это она, я ее точно помню. Ну что ж, Леш, спасибо большое. Ты нам очень помог. А мы как в американском кино, да? Сейчас выйдет шериф и их арестует. Вы отвезете нас в школу? Да, пожалуйста. А давайте я еще кого-то опознаю. Ты у нас в школе контрольная по математике. Ну, как вы себя чувствуете? Как лошадь. На свадьбе. Знаете, ну, говорят так, что лицо, ну, морда в цветах, а то, что сзади там и побольше в мыле. Угу. Не слышал. Ой, Татьяна Ивановна. Давно хотела вам покаяться, но все как-то не досу. Что? И обследование я прошла, и ходила на упражнения для беременных. Это все, я, да. Я знаю, я очень вам благодарна за вашу заботу о ребенке. Что случилось? Приходила ко мне недавно Саша Симонова со своим женихом. По крайней мере, она его так представила. Ну, я их, естественно, приняла, накормила, там, все, честь по чести. Ну, и потом, она же мне родной человек. Да. Ну, тут черт и покутал. Просто влюбилась я в Сашкиного этого жениха. Да, прям, прям с первого взгляда, как глянула, он еще такой какой-то высокий, черненький такой. Ну, не знаю, со мной, понимаете, никогда такого раньше не было. Я прям вот, ну, как увидела его, и прям сердце вот заходилось. Вы просто шумахеры, Игорь Гаврилович. Да, я в детстве мечтал стать. Гонщиком как-то не сложилось. Представляете, в юношестве, чтобы больше нравиться девчонкам, я сдал на водительские права, а машины не было и один раз. Из-за девушки я угнал КамАЗ. Да вы что? Да, 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 да. Любимые девушки? Да, да. Чем-то было похоже на вас. А что бы вы почувствовали, если вот утром просыпаетесь, а под вашими окнами стоит КамАЗ, полный цветов, брос? Потрясающе. Мне бы это понравилось. Ну, вы и КамАЗ как-то две вещи несовместимы. Почему? Вы красивые, и вам нужен другой автомобиль. Спасибо за комплимент. Господи, мы с вами заболтались. Я совсем забыла позвонить Татьяне Ивановне. Она же волнуется. Спасибо большое, что вы меня подвезли. Всегда пожалуйста. До свидания. Меня в такой переплет вообще еще никогда в жизни не попадало, да и помоложе было. Ну, чтоб так. Ну, тоже, конечно, как глянула на меня пару раз. Вообще, я прям чуть, ой, со стула чуть не свалилась. Ну, просто, в общем, я говорю, вот так прям, вот, вот, сердце просто. Зашлось, и все одним словом. Симонова как реагировала? Да она какая-то вообще странная. Не знаю, ну, как она. Она, по-моему, вообще ничего не заметила. Да бог с ней, главное я, знаете. Я ночь просто не спала. Все вот, вот только, ну, глаза закрою, хочу отдохнуть, и он прям перед глазами стоит. Так я не понимаю, что вы от меня хотите, Лида. Как что хочу? Покаяться хочу. В чем? Ну, как, ну, в этом. Я же перед вами лицо-то подотчетное, а я в этих делах очень щепетильная. Я хочу, чтобы вы все это знали. То есть, я так понимаю, что вы хотите сказать, что... Ну, вы ли мы с ним наедине потом? Дважды. И... Ну, вы только не переживаете. Да бога ради, дело-то житейское, я... Ну, вы тоже меня поймите. Я-то ребеночка рожу, вам отдам, а мне же тоже хочется свою жизнь как-то устраивать. А оно с любимым-то мужчиной веселей. Ну, уж вы-то меня должны понимать, как никто. Вон у вас с Игорем Гавриловичем-то до сих пор роман-то какой. Прям живете душа в душу, и все это видят. Не, я вам не верю, сейчас надо быть, сейчас изменить. Люба, дорогая, заглянуть на вас. Алло, да. Татьяна Ивановна, это я, Настя. Да, Настя. Хорошо, я тебя жду. Товарищ полковник, вам на выход. Куда? Не знаю, сказали с вещами, значит, выпускают. Ничего не перепутал? Я давно здесь. Перепутал бы, на службу бы не держали. Эй, я ж и говорил, все видит. Слышь, полковник, я запомнил, как выйду, ищу тебя и на аэродром. Так главное, не пей перед этим. Во-первых, по инструкции запрещено, а потом впечатлений не так будет много. Ну, с этим я как-нибудь справлюсь. Удачи тебе. Не воруй, не попадайся. В небе лучше. Ну, что было дальше, рассказывайте. Ну, тут уж рассказывать уже и нечего, совсем немножко осталось. Ну, в общем, вот когда вот это вот, ну, сердцем у меня так вот все. Ну, в общем, нагрянула я прямо к нему на дачу, так захотела его, и как снег ему прямо на голову. Бум. Жениху Симоновой вы так прям бух, да, как снег? Ну, конечно, а кому же? Я не ветреница какая, ну, кто понравился, саму и нагрянула. Знаете, командиру-то, а еще так интересно, я вот думаю, помнит я, когда о нем вот, ну, там, мечтала, думаю, он вообще имя свое настоящее помнит-то, а имя ему не надо. Потому что вот он командир, так он и командир, ему имя не надо, да? Мне тоже имя не важно, мне главное, чтобы он меня покрепче обнимал. Ну, да, я его видела. И я его видела. Не сомневаюсь. Ну, что, соврала я вам? Нет, не соврала. Рис, конечно, был с моей стороны. Как он вообще отреагирует, вот, ну, что я вот так вот настойчива и к нему. Ну, очень я его захотела. Ну, страшно, прям захотела так. Я-то не девочка уже. Ну, а что на даче-то случилось? Интересно? Это секрет. Да ладно, я вам расскажу. Как подружка подружки. Ну, для протокола, конечно, понятное дело, это между нами. Ну, то, что и всегда. Так я не понимаю, как вы могли, Лиды. Как? Ну, как вы уже. Да как и все. Старым казацким способом. Ну, вы только не волнуйтесь, я-то не первый год замужем. Знаете, я аккуратненько так, чтобы ребеночку не повредить. И все в порядке. Да и я как-то так еще по-скромному. А он уже как раскочегарился. Вообще, прям. Лидан. Просто. Вчера разговаривалась, да? Ой, извините. Ну, я просто, знаете, как вспомню. Пойду я, пойду. А знаете, что интересно? Не переживайте, я сейчас пойду, потому что нам с маленькими спать пора. Ну, вот сказала вам, прям легче стало. Вот как-то гора с плеч. Поесть, я есть, что-нибудь жрать хочу. Господи, Лизавета, что за лексикон? Что случилось? Ничего. Дай хотя бы кусок хлеба, не знаю. Слушай, это тебя после свидания так разобрало? Лизавета, я тебе сто раз говорил, себя нужно беречь. Слышь ты, Анатолий, как тебе там по отчеству? Семенович? Вот так, Анатолий Семенович. Скажи мне, пожалуйста, чем мы с тобой здесь занимаемся, а? Ну, мы... Мы с тобой продавцы воздуха. Вот ты слышал, когда-нибудь, чтобы кто-нибудь рекламировал хлеб, а? Нет. Нет? Ну, а зачем это хлеб? Да, вот именно, действительно, зачем это? Потому что хорошему делу реклама не нужна. Девочка моя, народу нужна информация. И вообще, последний человек, который знал всё, жил в 17 веке. А после этого люди понапридумывали столько всего, что пришлось заводить ящички в архивах, чтобы не забыть. Но вопрос в другом. Стали ли они после этого счастливее, а, люди? Знаешь, Пикайзен, а Сашке сейчас для счастья нужен кусок мыла. Надеюсь, без верёвки? Да. Да, хорошо. Хорошо, что она ещё хорошо держится. Слушай, а командир этот предатель такой сволочевый оказался. Сдал нашу Сашку, чтобы самому выйти на волю. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так Джеймс Бонд, двойной агент. Зачем вы девочки красивых любите? А мы ещё на Джеффа катили. Да. А между прочим, Джефф нанял ей адвоката. Мы-то с тобой стормозили. Вот именно, кто... Открыто! Да, Лида. Это был опрометчивый шаг с вашей стороны. Да уж, ну... Ну, вы как женщина, она должна меня понять. Хотя я понимаю, что этот грех, сладкий грех, он от этого грехом не перестаёт быть. Но я вам честно скажу, я больше не буду. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока я не рожу и не рассчитаюсь с вами. Не буду больше. Ну, а вы с Дачи уехали вместе? Нет. Тут и оно. Там вообще такое началось. Ну, просто кому рассказать не поверят. Ну, только мы с ним. Ну, и после этого, вдруг, представляете, только мы уселись, и тут нагрянула милиция. Я, конечно, перепугалась просто. Ну, в усмерть перепугалась. Ну, и, конечно, я подумала, ну, что вы мне скажете, если меня ещё в ментовку заберут? Ну, в общем, я убежала оттуда, прям через окно, как сиганула. Да, я вас понимаю. Конечно, Лида, это же такой стресс для вас был. Ну, я же извинилась и сказала вам, я больше не буду. Но я всё равно, вот я знала, что вы будете недовольны, но я подумала, что лучше всё равно вам всё рассказать, чем носить вот это всё в себе, понимаете? Ну, и он-то хорош, этот командир. Если бы я вообще знала, что он какой-то бандюган, ну, что к нему милиция-то приходила, то я бы в жизни бы не отдала ему своей девичьей чести и своего женского достоинства. Ни за что бы, никогда. Как у него дела там, не знаете? Ну, я всё-таки переживаю, может, я какую-то передачку бы ему принесла. Ну, я на эту справку. Очень хорошо, что я возрастал. Значит, меня только что выпустили из тюрьмы под подписку, они выездили. Я не мог позвонить, у меня в телефоне села батарейка. А вы наслышаны о ваших подвигах. Да. Говорят, что благодаря вам следствие очень далеко продвинулось. Даже отравители нашли. Вернее, отравительницу. А вы случайно пришли нам рассказать не о том, как Александра подлила яд вашему другу? А, нет! Нет! Наверное, о том, как вы вели собственное расследование. Да, затесавшись с ней, друзья? Чего вы к нам пришли? Дитя Ткачёву. Он вам засвежатинку. И собственную ванну предоставит, и сто грамм нальёт. Ну что ж, я вижу, что нам действительно есть о чём поговорить. Я отвечу на все ваши вопросы, только немножко позже мне надо попасть всё-таки домой. Я вас очень прошу, подождите меня. Хорошо? Не расходитесь. Вон огонь, а! Татьяна Ивановна, ну я всё понимаю. Ну что, не понимаю я? Ну, пойду я. Ну, засиделась уже совсем. Скажите, Лита, а с Покатиловым у вас были близкие отношения? Вот трепло старое. Да. Да, подкатывал он ко мне. Пытался как-то веранду пристроить, но я его отбрила. И он теперь и сочиняет на меня. Не вы лицу в лицах. Вообще, вот люди, конечно, ну народ, а? Ну, молодой красивой женщине вообще шагу нельзя ступить. Пытаются сразу, вот крючком прям за губу и на сковородку сразу. Мужики, ну. Татьяна Ивановна, да не переживайте, ей-богу. Вот был у меня один грех, вот терзала меня, совесть и мучила. Но я вам покаялась, и легче сразу стало. Я пойду быстренько. Знаете, это, как говорят, на свободу с чистой совестью. Здрасте, Станислав Павлович. До свидания, Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, я тут по делу Шушуновой. Вот, сделал все, что вы просили. Угу, спасибо. Спасибо, Лида, что зашли. Только после вас. Татьяна Ивановна. Да? Это опять я. А что вызывали-то меня? Да, хотела просто узнать, как вы себя чувствуете. Просто, как видите, дел много. Сама подъехать к вам не успеваю, так что спасибо, что зашли. Да, ну вот и хорошо, вот и повидались. Да. До свидания, Татьяна Ивановна. До свидания. Мальчик сразу опознал Лидию Оленикову. Мы с Гримм Гавриловичем отвезли его вместе с мамой в школу. Еще я выполнила ваше распоряжение и собрала досье на Шушунову Светлану Михайловну. Так, ну что там, есть что-то интересное? Да, только я пока мало что понимала. Я надеюсь, что вы мне объясните. Ну, если смогу. Вот смотрите. Оказывается, Шушунова работала вместе с Олениковой достаточно долго. А в протоколе допроса Шушуновой написано, что она не опознала Оленикова по фото. Трудно поверить в то, что на свете есть потайные ходы. Как же запутаны линии эти, линии чьей-то судьбы. Кто-то находит, кто-то теряет В мире задумчивых грез. Кто-то себе и другим отравляет Жизнь, что цвела морем роз. Среди безмолвной пустоты Я вновь услышу голос твой И отрекусь от вечной тьмы В краю твоей души родной. Субтитры создавал DimaTorzok